Температура воздуха достигла отметки плюс. Идёт активное таяние снега. Чтобы избежать подтопления, подготовка к паводку началась ещё в феврале. Тогда и был составлен план комплексных мер, который на сегодняшний день выполнен на 90%. Служба МЧС в тандеме с правительством взяла на контроль сёла и улицы, которые в первую очередь попадали в зону риска. Единственное, мониторить ситуацию, смотрят и реки, смотрят и населённые пункты, нижние места, где может быть подтопление. Эта информация стекает в центре управления ситуацией и, соответственно, мы очень быстро на всё реагируем. Где-то что-то, сразу туда идёт техника, прокапывается канава, очистка, идёт линейная канализация, моментально всё дело проходит. Но расслабляться рано. Паводок ещё не закончен. Передели доход на реках региона, а также обильное таяние снега в лесах и сельской местности. На случай экстренных ситуаций по всей области подготовлены безопасные места для жителей, которые понесли ущерб. Мы сегодня очень серьёзно уделяем внимание. Вот можно посмотреть сейчас на примере 32-й школы, где оборудованы и спальные места, и места под детишек, мини-детского сада. Для того, чтобы мы сегодня имеем в виду, что нам необходимо будет случай, чего отселять почти полтысячи человек. Мы подготовили все места. В основном это возвышенность, где у населения имеется скот для того, чтобы провести вот эти мероприятия. Ну и, конечно, вот сейчас жители, вы видите, в посёлке Мостовой стоят спокойно. Микрорайон Мостовая находится на личном контроле главы города и депутатов. Старожилы отмечают, если раньше их дворы топило за считанные минуты, сейчас такой проблемы нет. Так скажем, 17-й год, когда у нас здесь стало подтопление началось, вода прибывала за считанные минуты. Ну вот я лично звонила в МЧС, но они приехали, а что они? Здесь надо не в момент, когда это случилось, а заранее готовиться к этим вещам. Когда вот уже случилось за пять минут и даже за месяц ничего не сделать. Это планомерная работа должна вестись. В 32-й школе микрорайона Мостовая прошло выездное заседание противопаводковой комиссии. В муниципалитетах на местах организованы дежурства. Также проводятся обследования имеющихся гидротехнических сооружений. Александра Никитина и Герман Баранов. Управда ТВ.